Здравствуйте, друзья, и приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня я предлагаю вам в таком ускоренном режиме пробежаться по одному из проектов, который расположен на базе платформы Rage MP. Ну и, соответственно, это игра GTA V в направлении Roly Play. Проект называется Plastic Brain Roly Play, то есть пластичный мозг, если переводить дословно. Данный проект открылся еще в октябре прошлого года, то есть в октябре 2020 года. Я на него заходил, поэтому и нет у нас на данный момент меню кастомизации, потому что я заходил, пытался что-то поснимать, но, к сожалению, снятый мной материал куда-то у меня чудесным образом исчез. Ну и вот, наконец-таки, я добрался до этого проекта, чтобы зайти и на него посмотреть. И уже проходя вот мимо этой остановки, автобусной остановки, я понимаю, что мы имеем дело с Redage сборочкой. Старенькой Redage сборочкой. Недавно в одном из постов в группе Redage, когда они объявили о том, что у них какой-то там ребаланс произошел, кто-то написал им, вы бы лучше поменяли рабочие занятия. Рабочим занятиям три года ничего не меняется. И я не могу не согласиться с этим участником группы ВКонтакте. Действительно, рабочие занятия очень-очень старые, надоевшие уже. Ну и вот этот проект перенял, естественно, всю вот эту вот рабочую атмосферу, рабочих занятий, конечно же, со сборки Redage. Без практически каких-либо изменений. Ну и вот одно из первых рабочих занятий, которое нам доступно по уровню. А на Redage сборке все равняется уровням. То есть без уровней вы не сможете дальше пройти и взять какую-то другую работу. Ну и вот она работа электриком. Долго на ней задерживаться не будем. Я думаю, каждый, кто знаком с Redage или с каким-нибудь проектом на базе этой сборки, знает эту работу. Она выглядит вот таким вот образом. Все, что нам предстоит сделать, это ходить по красным маркерам и получать за каждую точку 24 доллара. Ну, к экономике этого проекта мы вернемся, наверное, чуть позже. Потому как с одного рабочего занятия, естественно, ничего не понять. Ну и от того, что я уже знаком с этой работой, я долго существовал на проекте Redage, заниматься вот этим вот мне неинтересно. Поэтому мы отсюда ретируемся. А следующим рабочим занятием на этом проекте будет работа в такси. Но покажу я ее только мельком и вот так сказать со стороны. Уникальной штукой этой работы являются машины. Вы их видите. Это Chevrolet Caprize, по-моему, прикольно. Вообще фишка всего проекта это машины. Ну а сама работа, она очень банальная. Во-первых, для того, чтобы выписать счет игроку, которого вы довезли до какого-то нужного места, вам нужно воспользоваться специальной командой, которая вбивается в чатовую строку. Для этого вам надо в меню включить подсветку ID игроков. Вбиваете эту строку, потом вбиваете ID игрока, которого вы довезли, потом вбиваете туда же сумму и только после этого происходит расчет. Ну такая вот версия из каменного века. Уже давно на многих проектах сделано все автоматически. Подъехали на метку и автоматически списался с вас, вернее не с вас, а с игрока платеж. Здесь же все надо вот как в каменном веке вбивать руками с помощью ID и специальных команд. Мне она не понравилась. Ну и работы с ботами здесь нету, а на проекте пока играет не очень много людей. Поэтому и показывать не будем. Да к тому же она еще и требует второго уровня. Ну и возвращаемся к тому, что я сказал чуть ранее. Фишкой проекта являются это реальные машины. Действительно реальных машин здесь наверное процентов 80 всего автопарка на проекте. Это является и фишкой проекта, но к сожалению и неудачным решением. Потому как эти машины модмейкерские отдельно выполнены, как вот например вот этот вот Passat. Да и вообще мы к этому еще вернемся. Очень много машин на проекте. Я постараюсь вам показать хотя бы какой-то класс этих машин. Это же является и бичом этого проекта, потому что все вот эти модмейкерские машины, все детализированные, красивые, обалденные, они же и нагружают сервер. Из-за этого здесь происходят фризы. Фризить этот проект, ну я бы сказал непредсказуемо. Бывает едешь просто в пустыне и начинаются фризы. То есть где-то кто-то начинает доставать свою машину, а может быть где-то кто-то прорисовывается. Из-за этого очень нестабильный проект. Очень нестабильный. Я считаю, что этому виной вот такой огромный парк добавленных модмейкерских машин. Стоковых машин здесь практически нету. Ну а пока я об этом рассказывал, мы прибыли на следующее рабочее занятие на этом проекте, которое немножко отличает эту сборку от стандартной редейджерской сборочки. Здесь есть вот такая вот работа. Называется сборщик винограда. Стоит NPC-шка, подходим к нему взаимодействуем, получаем форму. Кстати, форма похожа больше на уголовную, на тюремную, чем на сборщика. Но к этому не будем придираться. Вот таким вот образом выглядит эта работа. И да, она в принципе добавленная. Но давайте на нее посмотрим с другой точки зрения. А чем она отличается от работы электрика? Те же самые точки, то же самое. Идем на одну точку, включается анимация. То есть срабатывание триггера и идет какая-то анимация, которая вешается на вот этот триггер. В данном случае он копает в земле, почему-то они собирает. А на работе электрика он чего-то ковырялся там в щитке. В принципе, это просто взять тот же самый скрипт на работу электрика и на конечную точку повешена другая анимация. Но в отличие от работы электрика, здесь платится меньше, оплата гораздо меньше. Ну не гораздо, там доллара на четыре меньше. Но искать следующую точку гораздо сложнее и дольше. То есть идет еще и некий дисбаланс рабочих занятий. Потому что ходить по ровной местности на электростанции и бегать здесь по горам, без возможности перелезать через вот эти вот виноградники, это совсем другое занятие. Но оплачивается оно дешевле. И как вы можете заметить, в конце на триггере персонаж подскакивает. То есть еще и не очень ровно эта работа сделана. Поэтому я считаю, что данная работа, она вообще в принципе не соответствует уровню современного проекта. Это банальный скрипт, который используется здесь в общем-то в большинстве случаев. Точка А, точка Б. И на точке Б вешается анимация, хоть как-то похожая по смыслу к тому, что происходит. Хотя я не сказал бы, что виноград надо собирать, копая в земле. Ну и так как оплата здесь почему-то гораздо меньше, хотя бегать приходится больше. Естественно, существовать на этом рабочем занятии желания у меня тоже не было. Ну а посему переезжаем на следующее рабочее занятие, которое тоже принадлежит Редейджевской сборке. Кстати, заметьте, Запорожец. Как вот я и сказал, на этом проекте очень и очень много добавленных машин. Стоковых машин практически не встретите. Ну вот только если аренда, которую мы коснемся чуть позже. Ну или вот рабочие занятия. Вот такие вот машинки здесь встречаются. Ну а что касаемо работы, то это заезженная газонокосилка. Та самая, которая есть вот в Редейджевской сборке и в общем-то без всякого изменения. Настолько старое это рабочее занятие, что я ее показывал даже на проектах, связанных с игрой ролеплей Арма 3. Даже там я показывал вот точно такую же работу газонокосильщика. Настолько это старая и заезженная тема. Поэтому и оставаться здесь надолго, думаю, нет никакого смысла. Все мы ее уже давно знаем. И поэтому отправляемся отсюда дальше. И внимательный зритель, наверное, заметит, что я езжу на одной и той же машине. И нет, я ее не купил. Дело в том, что здесь, наверное, самое лучшее из всех, что я видел, система аренды транспорта. Называется это, правда, каршеринг, но это не меняет смысла. Мы берем машину и изначально по умолчанию она дается вам на час. После чего в телефоне у вас появляется иконка, при нажатии на которую у вас есть возможность продлить эту аренду. И там уже выбираете сами. Час, два, три, сколько вы хотите, чтобы она была с вами. И машина все это время будет с вами. Это очень удобно. Никаких вам три минуты и машина исчезнет. Ничего подобного. Правда, я тут же должен отметить, что это же является и минусом проекта. Так как все машины кастомные, их огромное количество. И все эти арендованные и не арендованные, собственные и не собственные машины, подолгу стоят на карте, чем, конечно же, нагружают сервер. Ну, а далее переходим в магазин, который я не мог не отметить. Я всегда говорю и жалуюсь на то, что в магазинах делается очень мелкое меню. Посмотрите, как сделано меню здесь. Здесь очень красиво, читаемо, светло, никаких придирок. Все понятно, все прорисовано. Очень красиво. И вот, например, меню, которое я показывал в прошлом своем обзоре, где абсолютно ничего невозможно не прочитать, не разобрать, что находится в этом меню. Здесь же все отлично видно, все очень крупно, на светлом фоне замечательно сделано меню магазина. Ну, а прошлый проект, проект Мегаполис, можете посмотреть вот по этой вот ссылочке в правом верхнем углу. И еще раз про аренду. Как это выглядит визуально? Арендуем транспорт, в данном случае я взял мопед. Далее открываем телефон, там видим иконка появилась, называется аренда. Заходим в нее и видим, что у нас есть уже час аренды. Далее есть возможность продлить или отказаться полностью от аренды. Вот таким вот образом здесь выполнен тот самый каршеринг. Ну, и вот на этом каршеринге движемся дальше по следующим рабочим занятиям, которые нам доступны. А следующая точка это куриное производство. Ну, все его, знаете, находятся в Пале Табей. И на этой точке, на этой локации расположено сразу два рабочих занятия. Первое занятие это мясник, но оно требует второго уровня, поэтому вернемся чуть позже. И следующее это просто грузчик, которому, в общем-то, доступно почти сразу. Ну, с первого уровня. Есть нулевой уровень, есть первый. Сразу же замечаем, что принадлежащая RedAge сборке форма почтового служащего. Ну, даже не удосужились сделать какую-то нормальную форму. Просто внедрили от почтового работника форму желтую маечку и шортики. И эту форму мы, кстати, увидим еще не один раз. Ну, и, соответственно, сама работа. Точка А идет срабатывание триггера появления коробки. Точка Б срабатывание триггера исчезновения коробки. В общем-то, на этом вот все анимации этого рабочего занятия и заканчиваются. Оплачивается же это рабочее занятие лучше, чем работа электрика или сборщика винограда. Ну, а больше сказать про это рабочее занятие и нечего. В общем-то, банальный скрипт. Точка А автопоявление коробки. Точка Б автоисчезновение коробки. Вот и, в общем-то, и все. Да и надо, наверное, сказать, что и в целом-то проект не блещет какими-то уникальными решениями, связанными с анимациями, рабочими занятиями, ну и тому подобное. Везде вот такая вот, в принципе, банальность. Ну, и, соответственно, переходим дальше. А следующее рабочее занятие это как раз-таки вот классика RedEdge сборки. Это работа почтового доставщика, почтальона или курьера, как хотите ее называйте. Уже по точкам видно, что, ну, она абсолютно одинаковая. Да, может быть заменена немножко локация, а в целом, как вы можете заметить, даже форма, принадлежащая RedEdge сборке. Что на куриной работе, в общем-то, мы ходим в этой форме, что вот здесь одна и та же форма. Как я уже ранее сказал, даже не удосужились поменять форму на какую-то более антуражную или, может быть, уникальную. Да, сложно сделать, например, свою собственную форму с логотипами. Но поменять на какую-то, которая присутствует уже в сборке, можно, но почему-то этого не сделали. Ну, а далее мы берем 10 посылок и просто их развозим. В общем-то, здесь нечего даже показывать. Единственное, что мы можем походить и посмотреть на цены на этом проекте, на недвижимость. Недвижимости обычное количество. В общем, как я и сказал, это же RedEdge, что, в общем-то, тут то же самое. Естественно, и интерьеры показывать не буду, потому что, ну, нет смысла. Это стоковые интерьеры. Это вам не какой-то уникальный проект со своими интерьерками. Нет, здесь все принадлежит ГТАшке и, в общем-то, все находится в стоке. Ну, а цены вы, в общем-то, видите. Давайте я на нормальной машине довезу, давай, подавайте там, а там, мне кажется, знает, коллега может добираться. Слышно меня, нет? Да, 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 да. А, вот теперь, да, да. Так я работаю, я не могу на другой марте. Ну, я говорю, давайте довезут на точки, куда тянуло. Тебе не обязательно на этой машине едете. Так, ты куда в Сэндик? Вон, встала точка, да, отметка. Тут чего-то мне с оптимизацией не нравится. У меня здесь по FPS-у все плохенько и фризит. Не знаю, почему. Может, у меня на клиентской части что-то, а может, что-то с сервером. Поэтому вот я сейчас бегаю, пробую, может, что-то наладится, не наладится, не знаю. Ну, пока что-то мне хреново. А, тут сначала надо всю карту бегать, чтобы у тебя фризов не было. Чтобы вся карта прогрелась. У тебя тоже подфризивает, да? Ну, иногда, да. Терпимо, очень терпимо. Ну, сервер сам, по-тому, я прикольный, так что я на нем остался. И давно тут уже играл. Ну, и вот, друзья, мне повстречался один из игроков этого проекта, который здесь уже играет давно. И который, в общем-то, мне разъяснил, что причина этих микрофризов, это вот как раз те самые добавленные машины. Но в скором времени администрация собирается почистить ряды этого добавленного автотранспорта для того, чтобы удалить неоптимизированные модели. Он же дал мне денег и купил вот эту вот сиреневую Мазду, которую мы поехали вместе с ним тюнинговать. Заодно и посмотрим, как происходит тюнинг на данном проекте. Ну, а выглядит это вот таким вот образом, который вы сейчас видите. Есть три основные категории, это обвесы, двигатель и покраска. И, заходя в любой из них, предлагаются подкатегории. И тут уже начинаем выбирать то, что есть в списке, ну, или то, на что хватает денег. То есть, тут тоже такая себе вариативность. В принципе, сделано неплохо, но я не думаю, что это вот какой-то прямо такой прорыв тоже вот в индустрии тюнингом автомобилей. В общем-то, я видел и красивее сделанные проекты. Так, например, вот проект Смотра, кстати, можете посмотреть вот по этой вот ссылочке. Там вообще все сделано интерактивно. Вы сами ходите по мастерской и подходите к тому или иному мастеру, который уже вам предлагает что-то поменять. Сделано все очень прикольно, ну, если захотите, вот по ссылочке посмотрите. Ну, а здесь все сделано вот в виде табличек. Ну, в принципе, наверное, обыденно, я бы сказал вот так вот, да. То есть, как я и сказал, это не какой-то прорыв, чего-то мега уникального мы не увидим, но сделано как сделано. В общем-то, прикольно порадовало, что для всех вот этих вот добавленных машин, которые добавили на этот проект модмейкерских машин, для них для всех есть тюнинг. И даже в дальнейшем я покажу достаточно уникальную машину, и для нее тоже имеется тюнинг. Ну, уж не говоря, наверное, про стоковый транспорт, которого, еще раз упомяну, здесь достаточно мало. Есть стоковый транспорт, но его очень мало. В основном это модмейкерский автопром, так сказать. Ну, в общем, вот таким вот образом выглядит машина, и вот так вот у меня в результате получилось. И, к сожалению, дальше с этим человечком мы поехали посмотреть еще какие-нибудь машинки, но при заходе в магазин у меня все зависло. Как видите, не появляются модели, они вот, они даже в магазине очень долго прорисовываются, не говоря уж на самом сервере, они очень долго прорисовываются. Из-за этого у меня все зависло. И после перезахода он меня не дождался, и больше я его, к сожалению, не видел. А жаль, хотелось бы поблагодарить этого игрока. Ну, надо сказать, что я действительно долго перезаходил, просто я взял за привычку после подобного зависания перезапускать Windows. Тогда игра становится быстрее немножко, и чистится память. Ну, в общем, я перезашел, игрока, к сожалению, не было, ну, а транспорт вот мы сейчас видим. Как я и говорил, очень и очень много добавленного транспорта. Есть и отечественный, который меня, в общем-то, всегда интересует. И он здесь представлен, в общем-то, я сказал, ну, в таком приличном объеме. Есть и Запорожец, есть и Лада, есть, по-моему, Нива, ну, а вот и тот самый Passat, на котором я ездил в самом начале этого ролика. Модельки интересные, интересные, красивые, но, как я уже и говорил, и буду об этом говорить, что, ну, вот, к сожалению, эта вся детализация, она играет и положительную роль, кстати, вот эта машинка здесь играет в таксомоторном парке, но также это играет и другую роль. Это и нагружает сервер. Не все модели, которые мы здесь видим, хорошо оптимизированы. И если вот говорить, например, про машинки, которые представлены Rockstar, да, и, в общем-то, разработчиками этого проекта, они такие размыленные, у них примерно одинаковые салоны внутри, примерно одинаковые колесики, ну, в общем, такие, да. Но это не говорит о том, что компания Rockstar не может сделать красивую, очень детализированную модель. Нет, она еще даст фору любому модмейкеру. Просто компания Rockstar понимает, что такое оптимизация. К сожалению, этого не всегда понимают модмейкеры, которые занимаются моделями автомобилей, ну, и которые впоследствии добавляются на сервера. Многие модели плохо оптимизированы. Вот эта вот высокая детализация играет отрицательную роль. Да, это красиво, но это заставляет сервер все время прогружать и прогружать вот эту вот красоту. Кстати, смотрите, какие действительно машинки красивые, да. Вот это Audi, ну, это же вообще загляденье. Но, тем не менее, вот имеем, что имеем. Есть много добавленных моделей, практически все. Как я уже говорил еще в начале, где-то, наверное, процентов 80 всего автопарка. А я покажу вам только доступный транспорт. Еще есть магазин элитного транспорта, ну, туда мы даже заглядывать и не будем. Просто, ну, потому что, чего, время тратить. В общем, посмотрите, какие модельки здесь есть. Это то, что вы сможете приобрести при заходе на этот проект. В общем-то, здесь есть доступные модели, да. Вот и в самом начале списка идут то, что вы можете приобрести, ну, практически, там, играя здесь, ну, может быть, часов пять. Вы сможете приобрести какую-то из этих моделей. Ну, а Запорожец доступен практически сразу. И я в дальнейшем приобрету эту машинку, Запорожец, просто для того, чтобы посмотреть и в большей части посмотреть, а есть ли для него тюнинг. Вот, как я и обещал, мне хочется посмотреть, есть ли для такой заморочной машинки тюнинг в этом автосалоне. Вернее, не в этом автосалоне, а в тюнинговом ателье, который мы сейчас посетим. Ну, и вот такой вот, в общем, транспорт. А я же для обзора приобрел два автомобиля. Это Лада и Запорожец. Лада для того, чтобы просто так, а Запорожец для того, чтобы посмотреть, а есть ли для него тюнинг. В начале ролика я показывал, как на работе газонокосильщика стоял черный Запорожец. Так у него не было тюнинга. Вот меня очень сильно заинтересовало, а добавили ли для этой машины тюнинг? Ну, и давайте посмотрим, как здесь происходит дело с владельцами автотранспорта. Помимо того, что вы можете парковать свой автотранспорт в своих гаражах дома, вы еще можете пользоваться общественной парковкой. Вот так вот она выглядит. Я не увидел ограничения по количеству автомобилей. То есть у меня есть дом, в котором, например, два места парковочных, но я еще могу и пользоваться вот такой вот парковкой, общественной. Я не знаю, вот я купил три автомобиля, и как бы мне никто не говорил, что, ну, тебе нельзя. Хотя дома у меня всего на два парковочных места, а я имею три автомобиля. К сожалению, автомобили, когда вы паркуете, стоят вот здесь. И это опять к тому, что вот эти все детализированные автомобили постоянно нагружают сервер. Вот они находятся здесь, на парковке, они находятся в местах, где вы их оставите, и они всегда стоят на карте, что, конечно же, не может отрицательно не влиять на FPS и на микрофризы. Поэтому вот опять палка о двух концах. Да, красиво, да, здорово, удобно, но да, это нагружает сервер. И буквально, наверное, через минуту мы опять к этому вернемся. А пока едем в тюнинговое ателье для того, чтобы посмотреть, есть ли какой-то тюнинг и обвесы, ну, и вообще усовершенствование вот для этой вот машинки. Как вы видите, прорисована она хорошо. Есть, ну, практически стопроцентная узнаваемость нашего автопрома. И да, есть в тюнинговом ателье для этого автомобиля какие-то обвесы и моторы там и тому подобное. Надо сказать, что немного, немного, но есть. И это тоже, в общем-то, радует. Но интересовала меня, в общем-то, не эта машина, а тот самый Запорожец, про который я говорил. Возвращаемся в магазин для того, чтобы приобрести этот Запорожец. После чего едем на общественную парковку и забираем его оттуда. И вот тут хотелось бы поговорить вот об этой нагрузке. Я приехал на арендованной машине. Она где-то валяется на карте. Вот мой Запорожец. А вот рядом стоит моя Мазда. Я один игрок. И у меня на карте стоит уже три машины. Три мега детализированные машины. Вот вам и нагрузка. Эта Мазда так и будет стоять на парковке. Она почему-то не исчезает. Я не знаю, почему-то ввели такую механику. Вы ставите машину на парковку и она здесь будет стоять. Ну, дурацкое на самом деле решение. Надо, чтобы она исчезала. На Запорожец, естественно, я буду ездить и буду его сейчас еще больше тюминговать. То есть больше деталей на него накидывать. И машину, которую я арендовал, будет еще три часа стоять на карте. Я арендовал ее на три часа. Ну вот, думайте сами, откуда эти микрофризы. Ну, а возвращаясь к Запорожец, то машинка прикольная. Но вот заехав в тюнинговое ателье, она у меня превратилась вот в такое вот. Но какой-то имбой она все равно не стала. Несмотря на то, что я повесил на нее все последние апдейты, максималка у него была 150. То есть, ну, такое себе решение. Хотя бы там, ну, 180 дали, но нет. Машинка так себе, в общем-то, вот. Ну, и даже на этой машинке погонять вам не удастся. Потому что на проекте есть такая система автоматического штрафования. Правда, работает она только в городе. Если вы будете гонять, то вам на телефон будет автоматически приходить штрафы. Штрафов дохреничек. А где стоят эти камеры, я не знаю. Есть ли какой-то антирадар, тоже не знаю. Но вот посмотрите на количество штрафов, которое пришло мне. И работая на доставке, я вам скажу, я ушел в глубокий минус по штрафам. То есть, либо вы таскаетесь со скоростью 60 км в час в пустом-то мертвом городе. Ну, либо вам будут приходить штрафы автоматические, которые надо после оплачивать. Вот таким вот образом. Не знаю, у меня здесь штрафов на где-то тысячи, наверное, 30. Ну, такое себе решение. Действительно, вот в ГТАшке, вот в этой вот ГТАшке, которую мы сейчас рассматриваем, такое введение, я считаю, ну, достаточно глупым. Ни к чему это. Вот, действительно, ни к чему. Излишняя только нагрузка на новичка. Ладно, переходим дальше. И следующая работа, работа водителя автобуса. Ну, потому что больше показывать, в общем-то, нечего. Работа заезженная, принадлежащая Red Age, в общем-то, все то же самое, только отличаются автобусы. Автобусы мега красивые. Это такие старые американские бусики. Ну, в общем-то, претензий вообще нет. Действительно, выглядят красиво. Ну, опять возвращаемся к тому, что это излишняя нагрузка. Детализация, конечно же, ну, на высоте. Ну, не говоря, конечно, о водительском месте. Здесь, конечно, ну, честно говоря, говнямба какая-то. Но это касается только водительского места. Тут размазана неправильная посадка рук на руле. Салон пассажирский, ну, как вы сами сейчас видите, это и хром, и рекламки. Ну, все очень и очень красиво. Ну, а саму работу не вижу смысла даже, в принципе, и затрагивать. Если знакомы с Red Age, то, ну, это вот Red Age. То же самое. Ездим по маркерам. За каждый маркер платится денюжка. Останавливаемся на остановках, ждем 10 секунд. В общем-то, вот и все. Не вижу смысла на этом задерживаться. Давайте двигаться дальше. Ну, а дальше мы возвращаемся в Palette Bay, как я и обещал. Я показывал на одной локации две работы. Работа мясника и работа грузчика. Работой грузчика мы уже позанимались. Я ее показал. И вот у меня появился второй уровень. И, значит, я могу работать мясником. Ну, и выглядит это вот таким вот образом. Ну, тут у меня есть претензии вот к этой вот мнимой анимации. На самом деле это не анимация. Это просто, как и с ящиком, так же автопоявление предмета в руках. Так же и здесь. Ну, здесь даже руки, как видите, остаются в опущенном состоянии. Просто к руке приклеивается вот такой вот объект. Ну, и надо сказать, что объект выбран, ну, просто катастрофически некрасиво. Это курица, которой в жопу воткнули палку, и он с этой палкой ходит по цеху. Надо посетить две точки. На одной он делает вид, что он ее привязывает. Тут же мы и можем заметить эти как раз-таки модельки подвешены. Ну, а на второй, что он делает, я вообще не понимаю. Надо сказать, что платится за это, наверное, ну, выше всего. Работа по стоимости неплохая. Но по анимациям и по антуражности я бы ей поставил два из пяти. Потому что, ну, некрасиво это выглядит, когда ты ходишь. Заметьте, кстати, одежду. Опять-таки, это все та же самая одежда почтового служащего с родного, с начального редейджа. Ну, блин, ну, неужели нельзя поменять хотя бы скин персонажа? Ну, почему он везде в одной и той же одежде ходит с курицей, воткнутой в жопу палкой? Блин, ну, некрасиво. Вообще некрасиво. Я видел много работ и показывал их в своих обзорах, где поставлена как-то работа на мясокомбинате. Есть, я показывал и рубим мясо, и режем мясо, и носим фарш. Ну, вот это вообще просто ни в какие ворота не лезет. Некрасиво. Вот, некрасиво выполнено. И, в общем-то, опять банально. Посещаем две точки с, ну, некрасивой анимацией. Если еще анимация подвешивания кое-как, она там, в общем-то, сюда подходит, да. Но вот на второй точке что он делает, я даже не понимаю. И объяснить это даже я не могу. Что мы делаем на второй точке? Не знаю. Ну, некрасиво сделано так, на отстань, в общем, на отцепись сделана работа. Поэтому, вот, сказать мне больше про это и нечего. Конечно же, очень-очень расстраивает, что везде на всех работах одна и та же форма. Ну, блин, ну неужели вам тяжело привязать к этому скрипту какую-то нормальную человеческую униформу? Которых, кстати говоря, просто в самой ГТАшке куча. Ну, блин, у меня вот действительно нету слов. Дурацкая работа, мне она очень не понравилась. Ну, а больше рабочих занятий я, наверное, показать не смогу. Потому что все остальные требуют каких-то запредельных уровней. Так, например, я имею второй уровень, сейчас показал вам все, что смог. Дальше идет третий уровень, который не открывает нам вообще ничего. И следующее рабочее занятие откроется только с четвертым уровнем. Дальше идет пятый уровень и восьмой уровень, которые откроют для вас новые работы. А это работа дайвера, инкассатора и, естественно, дальнобойщика. Ну, все это принадлежит сборке RedEdge. Ничего уникального и универсального мы здесь не увидим. Поэтому, в общем-то, и расстраиваться, я думаю, не стоит. Всем, кому интересны эти профессии, может зайти, наверное, на любой проект, связанный с RedEdge. Или даже на сам RedEdge. И там на это все можно посмотреть. Или где-нибудь в каком-нибудь обзоре. Ну, а по рабочим занятиям здесь все. В общем-то, больше показывать мне нечего. Сейчас вы на экране видите планшет с профессиями и с уровнями, которые они требуют. Ну, и, естественно, в конце я покажу, какой уровень у меня и сколько часов я здесь провел. Я бы провел здесь больше часов, если бы не тот самый игрок, который подарил мне машину и деньги. Пришлось бы, наверное, качаться гораздо дольше, за что, конечно же, ему огромное спасибо. Вообще, очень много людей подходило и предлагало свою помощь. К народу на проекте не так много, но те, кто здесь играет, достаточно адекватные и очень дружелюбные люди. Которые любят пообщаться, о чем-то поговорить, порасспрашивать. В общем-то, готовы и открыты к общению. Каких-то неадекватов или агрессии на этом проекте я не встретил. Мне много что здесь понравилось. И система парковки, если бы, конечно, ее немножко допилить и машины, как вот я показывал, по три штуки не было у одного игрока, что, конечно же, нагружает сервер. Система аренды хороша, да, я ее хвалил, здорово. Машина всегда у меня, я знаю, где она, я знаю, на какое время я могу рассчитывать. Но, с другой стороны, это, опять же-таки, нагружает сервер. И если бы, например, добавить в арендованные машины стоковый транспорт, который оптимизирован, которому нет претензий, это от разработчиков Rockstar, поэтому я не думаю, что кто-то скажет, что стоковый транспорт будет как-то сильно нагружать проект. То, наверное, будет немножко самому серверу полегче. Может быть, есть смысл убрать из каршеринга модмейкерские машины. Но, не знаю, это мое мнение, и я не собираюсь его навязывать этим разработчикам этого проекта. Пускай уж решают сами. Я вообще, в целом, не сторонник такого огромного количества модмейкерских моделей. Да, это красиво, да, это здорово, это радует глаз, на это действительно приятно смотреть, но мы видим, к чему это может привести. К постоянным фризам. Фризам и не очень устойчивой работе сервера. Ну, а в целом, проект, ну, проект как проект, в общем-то, и не могу сказать, что он меня очень сильно удивил, но на проекте есть много интересных решений, которые я показывал. Есть какие-то спорные решения, но и, в принципе, надо, мне кажется, его все-таки больше уделять внимание проекту с целью его оптимизации. Ну, а в общем-то, наверное, вот на этом и будем заканчивать. Если кому-то понравился данный проект, данный сервер, заходите и играйте. Развивайтесь, отыгрывайте свое РП, вступайте в какие-то банды, семьи, а может быть, в госструктуры. В общем-то, здесь все это есть, все это представлено. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok